Здравствуйте, Роман Романов. Почему в заявке отсутствовал Артем Дюба первого года? Я уже говорил, перед игрой по решению тренерского штаба он, Баринов и Изидор, тренируются в Москве и готовятся к календарному матчу с Балтикой. А надолго ли он выбыл? Он не выбыл. — Было заявление, что Изидор остался в Москве и что в случае хорошего предложения оперативно вылететь. Ему сейчас есть интересы от иностранных клубов? А если есть, то какие? — Коллеги, клуб сделал официальное заявление по поводу Изидора, там все указано. Трансферное окно закрывается со дня на день, поэтому ждем оперативную информацию. На сегодняшний день он тренируется, как я уже сказал, вместе с Бариновом и Дзюбой в Москве и готовится к игре с Балтикой. — Последний вопрос. Восемь игроков «Локомотива» в составе сборной России во время матча объявили список. Как Вы оцените такое представительство «Локомотива» в составе сборной России? — Я не видел список еще, к сожалению. Но только игра закончилась, поэтому список видел еще. Сложно комментировать. — То, что ребята востребованы на уровне национальной молодежной сборных и системы сборных, понятно, что для нас это большая честь. Даже с учетом того, что сегодня в ситуации, когда у сборной не так много матчей, тем более официальных, а предстоят в принципе достаточно интересные спарринги, я так понимаю, Катар и Египет, плюс Олимпийская сборная. Поэтому интересно будет ребятам выехать и сыграть, получить определенный международный опыт. В любом случае сборная должна жить. Вертикаль сборных тоже должна работать, поэтому здесь все прекрасно понимаем. Понятно, что определенный неудобство это создаст, потому что большая группа игроков разъезжается, плюс другие национальные ассоциации, сборные. Это часть работы. — Спасибо. — Еще вопросы, пожалуйста. — Михаил Михайлович, «Локомотив» достаточно активный. Игорь Михайлович, «Локомотив» начал игру. Где-то после 23 минуты, то есть начались как-то вот эти проблемы, и «Локомотив» начали, и «Локомотив» пропустили. С чем это связано, что очень последние ошибки вы поставили? — Ну, вы правильно сказали, да. То есть первые 20 минут, они были хорошие, и моменты были, в принципе, подходы определенные. Потом почему-то начали ввязывать в контроль вратаря, начали разыгрывать у своих ворот. Очень много ненужных передач назад. Соперник отодвинул игру со своей половины поля, стал оказывать давление. Но опять, и группа игроков определенная, к сожалению, потеряла нити игры. Да, ни в коем случае там не обвиняя их. Просто это, как бы, ну, мы говорим, констатируем факт, что перестали цепляться за мячи, перестал идти определенный контроль, и те требования, о которых мы говорили. Со второго тайма все это, в принципе, вернулось. Определенные моменты хорошие были, и посыл хороший, и движение хорошее. Поэтому сейчас сказал, что необходимо играть, в раздевалке ребятам сказал, что так необходимо играть с первой секунды, вне зависимости от того, кто на поле выходит. Молодой игрок, либо основной состав, либо ротацию мы делаем. То есть нам необходимо держать определенную марку, определенное качество игры, так как мы действовали, в принципе, во втором тайме. Ну, они были, с одной стороны, запланированы. Естественно, мы хотели отсрочить, но понятно, что изменения напрашивались, потому что совершенно игра не пошла по нашему сценарию, не под нашу диктовку. И еще раз говорю, что очень много стали ошибок допускать, поэтому были произведены замены, и ребята, которые вышли, они, в принципе, игру, и перевернули, забили гол, и еще были моменты 100%. У Макса Глушенкова был момент головой, когда мог сравнивать. Ростов с победой, в любом случае, я уже сказал, что у Олега Георгиевича очень дисциплинированная, организованная команда, что, в принципе, они показали. Спасибо, пожалуйста. Оба предсказуем еще и тем, что не всегда просто понять, какой состав соперников действительно игрок, не проводить ротацию. Для вас, в порядке, Ростова было принципиально, кто Ростова будет на поле, или вы отталкивались от того, что Ростов будет всегда один? Ну, мы анализировали определенные сочетания, когда Ростов играет на кубок. Понятно, отталкивались от того, что, скорее всего, Песеков и Глебов выйдут в составе, потому что это определенные взаимодействия, начало атаки от своих ворот, и определенные требования, как Ростов выходит из обороны, на это нацеливали. Но когда увидели определенные взаимодействия, немножко перестроили, в атаке по прессингу, как необходимо было действовать. Спасибо. Саша вопрос. У вас тоже есть макарфон? Санарова, матч Ревагини. Дико Брач, глобальный вопрос, если можно, вот, пешмаризация «Сочи» сегодня, да, тоже сражались, большая часть матча, того, что был показан, можно сказать, что он против насчет, что нить игры, да, и прошел результат, по крайней мере, чемпионов. И вы вышли из того, если можно назвать, кризисом, начало сезона. Ну, давайте так, корризис – неправильное слово, да, были, понятно, те моменты, которые по качеству нас не устраивали в предыдущих матчах, но игра Сочи и, опять же, сегодняшний там целостный плюс-минус, там полтора тайма, то, что мы сегодня показывали, они были достаточно хорошие. Поэтому очень надеемся, и сегодня ребятам сказали, сейчас в раздевалке, что с «Балтикой» необходимо еще улучшать календарный матч, да, который в воскресенье нам предстоит, и добиваться победы. Потому что в таблице все очень плотно, любая победа, она вытолкнет команду наверх. Ну, смотрите, здесь я уже отвечал на этот вопрос еще раз, более детально, наверное, коснусь всего. Понятно, что игрок такого класса и уровня команде необходимый, когда есть возможность, то есть он очень много делает полезного для команды в игре с точки зрения там определенных взаимодействий, и из-под него наши быстрые молодые футболисты способны больше покрывать там расстояние на быстрых ответных атаках, ну и в позиционной атаке чувствовать себя комфортно. Я бы назвал это так, что нам в эту позицию все-таки по антропометрии нужен игрок, который может безболезненно Артема заменять, потому что у нас, когда его по разным причинам нет, выходят легковесные нападающие, структура игры немножко видоизменяется, да, поэтому нам бы хотелось, чтобы уже определенные как бы принципы игры, они сохранялись по ходу матча, и ребята, и команда, самое главное, не шарахалась от того, есть кто-то или игрок на поле или нет, но, конечно, конечно, Артем очень много делает для команды и с точки зрения взаимодействия, как я уже сказал, что и внутри коллектива своей харизмой и своей, так сказать, солидностью на поле придает команде уверенность. Ну, то есть любозависимость есть? Ну, я вам ответил же уже, что качества Артема, естественно, не хватает, когда его нет, и не хватает такого игрока, такого плана, да, если его по разным причинам нет. То есть, мы сейчас говорим о том, что определенные вещи, что мы тоже прогнозировали, нам бы хотелось, чтобы, и когда его нет в составе, выходил там более габаритный футболист. Ну, у нас есть быстрые ребята, которые тоже выходят на поле по ходу матча и свои моменты имеют. Спасибо, Каиня. Есть вопрос? Так, так. Нет, давайте так уже. Так, здесь я как-то, 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 как-то. Первые полные матчи стартов в составе 17 ягодов в прошлом сезоне провел очень хороший сезон в Ростове, играл в сборную, все было хорошо. Локомотив, вернувшись, пока укрепляет собой основную коллегу запасных. Каковы его перспективы и есть ли опасения, что в таком хорошем сезоне он, не играя, он, например, просто потеряет себя? Ну, смотрите, как бы никто же не знает начинку, да, то есть все же думают, как бы, игрок не выходит и не выходит, да, но на самом деле он, и там из шести матчей там три или четыре матча не провел там по объективным причинам, да, то у него сначала он приболел, потом он приболел второй раз, еще были проблемы со здоровьем, я, ну, так, я не буду углубляться, да, там по состоянию здоровья, то есть действительно были ситуации, когда Саша по состоянию здоровья не мог помогать команде, хотя планировался в каких-то играх уже игроком стартового состава, поэтому здесь очень надеемся, что сейчас перерыв на сборной пойдет на пользу, он хорошую работу проведет и будет доказывать и конкурировать. Сезон длинный, как вы видите, и кубок, чемпионат, конкуренция есть, все в его силах доказывать и показывать свой уровень. Спасибо. Михаил Павлович, Тикнизян не уедет, потому что постоянно муссируется эта тема с его возможным переходом в немецкий клуб, понятно, что времени до закрепитации у нас осталось совсем мало, можете сказать, что он остается, он будет продолжать играть за локомотивом? Но на сегодняшний день, вот то, что мы здесь находимся, предложений по нему нет, он игрок локомотива, готовится к играм за национальную команду Армении, но, естественно, в воскресенье играть против Балтики, то есть вот на сегодняшнюю минуту. Но вы сами знаете, все может произойти в любую секунду, мы можем только предполагать, но на сегодня предложений нет.